Первый деревянный дом Дальневосточника готов встретить своих новых хозяев. Флагманский проект с таким названием «Инициатива губернатора». Она направлена на увеличение индивидуальной жилой застройки и доступности жилья для жителей края. На презентации побывала моя коллега Виктория Зыкова. Это первый реализованный проект Дома Дальневосточника. Здесь семь соток, огороженная территория, дорожки, выложенные брусчаткой и вишенка на торте. Вот это современное, стильное деревянное строение. Но самое интересное, конечно, внутри. Ну а здесь 80 квадратных метров. Есть большая гостиная, кухня, помещение свободного назначения, санузел и две небольшие комнаты. Жильцов пока нет, зато уже есть электричество. Губернатор края успел оценить. Светлый дом. На камеру это же непередаваемый запах, приятный. В дереве приятно жить. Чистый, экологически чистый дом. Поэтому я уверен, он будет пользоваться спросом. А цена его до 6 миллионов рублей с оборудованием. Вот о таком доме можно только мечтать. Особенно те, кто в квартирах привыкли жить. Изначально планировалось, что дом дальневосточника будет иметь 6 типовых вариантов. Но застройщики стали предлагать свои. И теперь у производителей домокомплектов и строителей есть более 20 проектных решений. И это не только деревянные варианты. Имеют место быть и другие материалы. Главное, чтобы формат подходил под определение индивидуальной жилой застройки. Изначально это было деревянное домостроение. В процессе, когда мы начали изучать мнение жителей, пришли к мнению тому, что жители интересуют не только деревянные дома, но и панельные, кирпичные, монолитные. Различные абсолютно. Поэтому мы не ограничиваем сейчас дома только деревянные или еще какие. Землю для возведения дома дальневосточника можно приобрести разными путями. В том числе и построить его на своей территории, которая уже оформлена в собственность. Здесь разные форматы. Есть земельные участки, которые можно выкупить. То есть они в свободном доступе продаются. Есть земельные участки, которые можно сформировать и получить в рамках действующего земельного законодательства в аренду. И в последующем выкупить ее в собственность. Есть земельные участки, которые уже предоставлены гражданам. Например, квартала для многодетных семей. В планах правительства края к 2024 году выйти на уровень производства до 10 тысяч домокомплектов. Кроме территорий в селе Мичуринском есть и другие площадки, которые планируется застраивать по программе «Дом дальневосточника». Например, на поселке Горького в Хабаровске. Дефицита в спросе не будет. В крае большая потребность в социальном жилье. У нас есть большая потребность для наших учителей, медиков, социальных работников, пожарных. Всех, кто находится на бюджетном обеспечении по жилью. Государство на себя это возьмет функцию. И мы будем заказывать через единого застройщика. Мы его создали. Это застройщик 27. Правительство Хабаровского края уже подписало соглашение с Единым институтом жилищного строительства «Дом РФ» о финансовом обеспечении проекта для всех категорий граждан. В сервисе «Строим дом.рф» появилась вкладка «Дом дальневосточника», где можно подробнее узнать о проекте. Виктория Зыкова, Степан Крокус. Смотри Хабаровск. Продолжение следует...